Здравствуйте. Какой этот рабочий камень? Рекламен 7 минут, поэтому я в стиле рэпа постараюсь. Любовная лирика. Пишу ее край редко, читаю еще реже. От раннего позднего. Дом фантом. Как хочется теплого дома и запаха кофе с утра. Как хочется доброго слова с другой половины стола. Как хочется просто уюта в нашедшемся доме своем. Чтоб часом казалась минута, когда непременно вдвоем. Как хочется, чтоб тебя ждали до ужина, как в первый раз. И чтобы навеки пропали тревога и слезы из глаз. Как хочется быть где-то нужным за родственность душ, а не впрок. И быть беспредельно воздушным, как легкий морской ветерок. Как хочется вечно стремиться туда, где весь мир твой живет. Туда, где с улыбками лица, куда снова сердце зовет. Как хочется мелочи каждой особенный смысл придать. И сделать ее очень важной. Чтоб душу хотелось отдать. Как хочется счастья простого, которое многим дано. Где нет ничего на нас нового и где собралось все в одно. Как хочется теплого дома и запаха кофе с утра. Как хочется доброго слова с другой половины стола. Спасибо. Это был 15-й, сейчас 16-й год. Праздник в облаках. Мир бесконечный, а жизнь коротка. Мы таем и гаснем, как свечи. Возьми ж мою руку. Пойдем в облака гулять в этот праздничный вечер. Я знаю, по ним мы когда-то дойдем до самого яркого света. А после провемся обратно дождем. А может быть, зеленью лет. Как знать, сколько раз мы бывали с тобой на этой чудесной планете. Но каждый раз снова любой ценой просились обратно, как дети. И снова заветный небесный приют. Вбирал наши души беспечные. Но мы, не забывшие жизненных путь, стремимся обратно извечены. Мы слишком слабые, чтобы чудо принять. И слишком сильные, чтобы сдаваться. А впрочем, с тобой у нас можно понять. Ведь в нашей крови ошибаться. Мы падаем вниз беззащитным дедом, оставив бесценное небо. Идем по земле, по забытым путем. Отчаянно, глухо и слепо. Но все ни по чем, если веруем мы в свободной души бесконечность. И даже законы телесной тюрьмы не в силах убить человечество. Ведь мир бесконечен, а жизнь коротка. И короткий, как наши встречи. Возьмишь мою руку, идем в облака. Гулять в этот праздничный вечер. Спасибо. Танцовщица есть в зале? Я знаю, есть. Наверное, понравится. 17-й год. Синьора Амора. Она постоянно танцует. Она бесподобно поет. Кого-то беспечно целует. И душу на время крадет. Она прилетает из сказки. Она заставляет дышать. Меняет шикарные маски. И любит в свой мир приглашать. Она — это пламя заката. Она — это яркий рассвет. Красивой формой объята. Эоны бесчисленных лет. Она — заводная кокетка. Она словно жизни цветок. По сути, своей сердце редко. Но всяк без нее одинок. Она всех садов ароматы. Она где-то в небе живет. Не жаждет за счастье расплаты. И всем чудеса раздолеют. Она бесконечно воздушна. Она так наивно чиста. Была и не очень послушна. Хотя до смешного проста. Она не бывала прекрасной. Она безоглядно нежна. И все же она так опасна. И все же она так нужна. Спасибо. 19-й год. Архиметрия. Я не знаю, как его название. Если мне после смерти жить доведется в других мирах, я и там не смогу забыть, как встречались с тобой во снах, как летали на облаках, зажигая в ночи рассвет и держали в своих руках. Самые главные на всех ответы. Собирали из звезд узор, рассыпали по небу снег, покоряли любой простор и желали его для всех. Беспредельная высь небес если мне после жизни смерть, все равно тебя буду ждать. Сокрушим этой смерти твердь, чтобы вновь нам по снам летать. Спасибо. Ну и 20-й год. Фрея и Гиминей. Ассоциация на роман Уильяма Деккерея. Ярмарка тщеславия. Не любите ушами женщин, не любите глазами мужчин, слух и зрение переменчивы. Для любви есть другие причины. Не ищите друг в друге горести, не ищите друг в друге радости. В нас самих не стыда, нет ни совести. Так зачем же чужие нам гадости? Не жалейте свои достоинства, не жалейте свои старания. Все они от святого воинства, бескорыстные нам воздаяния. Не кричите о том, что вы лучшие, не кричите о том, что достойные. Все мы люди по жизни заблудшие, оттого за себя неспокойные. Не вините за глупость насмешников, не вините за подлость предателей. Мы в других видим только лишь грешников, а в себе благородство воятелей. Не скучайте напрасно по дивному, не скучайте напрасно по лучшему. Не мешайте вы сердцу наивному, до прозрения чутко уснувшему. Не любите глазами, ушами женщины, не любите глазами мужчины. Все в нам случае другие обещаны. Судьбоносные половины. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Саша. Это на самом деле тоже рабочий микрофон, его просто включить надо было. Но не убегай, пожалуйста. У кого есть вопрос для Александра? А Игорь? Рекордсмен по вопросам. Александр, ты всегда прав? Да нет, конечно. Чаще даже не прав. Ну, люди такие субъективные. Существа субъективные, поэтому... Никто не бывает прав, никто не бывает неправ полностью во всяком случае. Хорошо, быстренько еще Влада вопрос. А дальше у нас прекрасный дебют на нашем синем мосту, мосте, как правильно? Мосту. Мосту, да, правильно. Спасибо большое. Юлия Крылова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это к нам получше. Это к нам получше. Рада здесь присутствовать. Но на этой сцене я не первый раз. Здесь мы выступали в другом сообществе. Стихи будут разные, но этот раз даже не знала, что вам принести. Поэтому немножко из всяких последних. Когда листы покинут ветки, И осень отыграет джаз. Когда поэт в словесной сетке Отыщет пару нужных фраз. Когда тумана белый полок Накроет черные кусты, И тишина, как жидкий щелок, Очистит день от суеты. Когда не рокот автострады, А по листам дождя щелчки. Когда стоишь один Средь сада И умиранию вопреки Читаешь жизнь и бесконечность В развилках яблоневых плеч. И этот сад, Твой мостик в вечность, От уведания уберечь нельзя. Смотри, падут деревья, И человек уснет в земле, И лет бездомное кочевье Лишь ряд на ангельском крыле. Все так, мой милый, Мой родитель, Мой верный труженик пера, Ты здесь лишь внеблющий свидетель. И путь словесного добра Осядет внутрь, Сорвав все дверцы, И пальцы вновь отыщут нить. Тогда ты скажешь Это сердце, Что жадно хочет говорить. И мы взойдем на холм Вдоль медленной реки, Сносив до страшной дыр Стальные башмаки, И молча камень втишь Сквозь сумрак непроглядный. Луна свой острый глаз Вперяет в темноту, Как много мрака в нас, Ожогов на счету. Ночь влажный блеск огней В реке дробит стократно. Мы в ней растворены, Как дымчатый туман. И эти берега Кровь самых рваных ран впитают, И края залепят ржавой глиной. И станет на душе Спокойно и легко, Что можно дальше плыть, Ныряя глубоко, Дышать и говорить С пронзенной сердцевиной. Но лучше не болтать О самом дорогом, Как ты себя, маншер, Вдруг отыскал в другом, Когда кровавых битв В груди затихли звуки. И отряхнув спадош В мечты сгоревший прах, Ты молча здесь стоишь. И где твой вечный страх, Что этот твой другой, Смеясь, разнимет руки? Он весел, добр и прям, И нежен, словно мать. В его подводный свет Так и радостно нырять. Господь стреляет в бровь, Кто-кто, стрелок он меткий. А ты глядишь внутро, Боясь нащупать трос, И черным небесам Все задаешь вопрос, Не он ли та тюрьма Страшней железной клетки? И хватит ли теперь Небесного огня Спокойно заходить В водовороты дня, Где ваши встречи с ним Так счастливы и редки? Где в вашей жизни Две разминные монетки? Над ним поток вас слез, Что их ласкают ветки. Весь превратишься в слух, Когда приходит слово. Его подводный гул Острель всех личных драм. Мы, только рыбаки У берега морского, Где рыбы-плавники Показывают нам. Сверкают чешуей И бросятся из бездны, Оттягивая нам Мерешки страстных душ. И кажется улов Речайшим и чудесным, Как омолит листвы В стекле замерзших луж. Ты снова удивлен, Мой радостный причастник, Как вкусно языку От таинства стиха, И как легко в душе Вновь расцветает праздник, Танцующим огнем На крыльях мотылька. И тем, кто жизнь свою Отлил из монолита, Ты чешешься рассказать Про это волшебство, Когда горит огонь, Когда душа открыта, Когда ты сам дворец, Вот только и всего. Им не дано понять, За что ты годы бьешься, Какой подспудный смысл Рифмованной строки. Почаще свися, друг, Ты просто остаешься У берега времен, У вечности реки. Превыше всех страстей, Любви стального плена, Бесплотный и святой Блестящий слов косяк. А слово было Бог, Спасающий от тлена. Так говорил Христос, Он тоже был рыбак, Глядящий в глубину, Шагающий сквозь стены, Не жемчуг и агат, А звуков тайный строй. Смотри, идет отлив, И море по колено, На берег твой в дарах, Протяжный и сырой. Всех детей своих знаю, На перечет, Не дает я сразу, Вода течет, Набираясь судьбы По малой капле, Одеваешь сасухой И жарой, Награждаешь самой живой игрой, И глядишь в сердца им, Они ослабли, Сделешь так, Что вечному при дверях, Подавая мудрым И пнув нерях, Засиделись, мол, Козыри просрали, Извинишь колокольчиком Дальних звезд, Вы что, правда, Тут собрались всерьез Оставаться на ПМЖ, Вы ж росли, Играли, Ничего, Из фишек, Из щишек, Книг, Только свет любви, Только яркий миг Мимолетного счастья И острой боли, Только ткань души, Что в хрусталь луны Погрузится, Войдет, Сгинув, Как штаны, Ледяную плоть, Выиграв все роли, Долго будешь нас Провожать, Встречать, И давать под зад, И любить, Как мать, Золотой водой Напояя души, Ты ж бессонный, Бездонный, Как черный ров, Сколько скинул грузов, Разнял оков, Сколько бранных слов Отпустил наружу, И в твоей колоде Средь козырей, И фулл-стрит врагов, И каре друзей, И прекрасен блеф, Коль игрок отчаян, Ведь тебе по-прежнему Люб расклад, Наканулся жизнь, Слишком дерзкий взгляд, Ты стоишь невидимым За плечами. Спасибо. Юля, спасибо за замечательное наступление, Не убегайте, пожалуйста. Я забыла, что у вас вопрос. Ну, поскольку у нас первый раз на мосту, Вопрос, где мы можем с вашим творчеством знакомиться? На какой площадке? Ну, на самом деле, Вконтакте есть страничка, Называется «Стихи для НЕО». Это моя группа, Можете туда спросить. «Стихи для чего?» «Для НЕО». «Для НЕО», «КОКЕАНУЛИК». Да, да, да. А так, ну, на фигурую, У меня тоже есть, А так, в основном, То, что разбросано, Неупорядочено, Пишется, складывается, Разбирается с трудом. Выстоит какой-нибудь вопрос по существу. Так, Юль у нас постоянно. Гульнара. А я хочу спросить, Юлечка, Когда ты с «Ярохамтом» выйдешь? «Ярохамтом» — это группа Юлина. Завтра. В гостинице «Москва». Почему в последнее время Я тебя обижаю? Потому что у нас Соло-гитарист болеет. У него сердце. А сама одна, да? Ну, редко. В основном нет. В основном с игроками. Даже игрок из меня пока не очень. А ты гитарист или кто? Ну, я ритм-гитар. Она очень хорошо поет, на самом деле. Тогда нас сеемся В следующий раз увидеть с Соло. Хорошо, может быть. Я с ней не поговорю. Игорь не успокоится. Вопрос, быстренько. Трудно быть многогранным. Мне кажется, всем дано одинаково. Просто для того, кого-то взято и кинуто очень много. А в остальном пусто. Поэтому... Ну, человек, мне кажется, на каждого дается по одинаковому ведру всего. Я бы у тебя спросил. Про меня? Трудно быть многогранным. Нормально? Не ощущаю никаких... Катя, ты хотела спросить. Катя. Я же бы у тебя вопрос. Я хотела спросить, что вдохновляет на творчество. Мне очень интересно. В основном какие-то личные переживания, скорее всего, даже боль. Радость очень редкая, но бывало и такое. Да, творчество нередко в муках рождается. Спасибо большое, Юлия. Просто потрясающе. И наша вторая часть сегодня насыщена знакомствами с новыми для нас поэтами. Конечно, с новыми именно в нашем проекте. И, опять же, с огромным удовольствием приглашаю Андрея Турыдина, поэта, который помнит, что такое перо и бумага и не признает электронный лент. Добрый вечер. Я сразу начну с поэзии, чтобы не терять время. Первый стихотворение называется «Я видел». Я видел, как уходит время в вечность, скользя по циферблату лунным светом. Я думал там, за краем, бесконечность, где творчество для смертных под запретом. И мыслей мрачных не сдержала точка и разметала ветром свет фонарный. И каждая последующая строчка мне представлялась вздорной и бездарной. Я видел, как проходит время мимо, стирая жизни, судьбы и мечтания. Я знал людей, чья сущность неделима с любовью и желанием созидания. Я был среди них, плечом их плеч касаясь. Я обнимал тот мир, что мы создали. Мы отдавали все, ни в чем не каясь. А все отдав, мы просто умирали. И помню я все имена и даты, побед, удача, также поражений. И спать ложась я не снимаю латы, скупясь на время для телодвижений. Я сплю, а в это время пусть невольно. Во тьму уходит с минусом минуты, но все же успеваю, как не больно сорвать с меня стесняющие путы. И я кричу, спасите наши души и рушатся основы мироздания. Нам нет преград ни в море, ни на суше, и в этом сила нашего призвания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И храм стоять на прежнем месте. На перекрестьях тропинок прошедших лет мелькают лица. Здесь мы с тобой гуляли, вместе сюда теперь хожу молиться. Все вмиг не вспомнить, лишь оттенки небес нависших сиротливы. Достаю опыт, чтоб угливо плыла к заливу по Смоленке. Совсем не та теперь погода, и люди стали небогаче, и на углу нет гастронома, и разливухи нет тем паче. Здесь вновь хоронят, вновь за деньги, и вырастают цены к лету. Здесь все пестрее именами, а твоего, как и видишь, нету. Ты знаешь, видно, быть нами вместе не суждено на этом свете, и не побить нам вдоволь больше ни в мастерской, ни на банкете. Но знаю я, что, глядя сверху, ты видишь все перипетии, когда спускаешься по крышам на праздник матери Софии. И среди горящих свечек кленов в тени отброшенных желаний ты обретешь свой облик строгий в объятиях прожитых страданий. С собой всегда ношут три свечки любови, вере и надежде, чтобы среди толпы в конце аллеи с тобой встретятся, как прежде. Вещание моста левики посвящается барышне, которая не пришла на свидание. Не будет прощального вальса мостов и чарик летящих заката, а также рассветов и вечеров, обещанных вами когда-то. Не будет рождения новой мечты и ярких огней над Невою, и время не станет с нами на ты, оставшись привычно собой. И ночь не подарит объятий двоим, забывшим про время, и вскоре знакомой мелодии легкой, как дым, укутает спящее море. И дождь постучится, и сумрачный свет прикроет окно до рассвета. Вы спросите, кто там? А ветер в ответ, разбитое сердце поэта. Из моря грез, вновь выбравшись на сушу, глаза раскрыв, я заявлю открыто, долой избушку неуды корыта и творчество, измучившее душу. Я без гвоздя построил дом хрустальный, схватив за хвост, схватив за крылья птицу вдохновение. Последний стих, торжественно печальный, развеет неизбежные сомнения. А мир, что между небом и заливом, я подарю навек своей любимой. И море, набежавшее с преливом в ладони, волны заплещат с новой силой. Мы будем вместе счастливы, и позже же, когда в одно мгновение вместе сгинем. Мы даже на холодном, смертном ложе и в страшном сне друг дружку не покинем. Я верю, как за мысль, так и будет. Хрустальный дом и утром воскресенья меня, моя любимая, разбудит, и чай мы будем пить и есть варенье. А после миру заявлю открыто, что клятвы, данные Богу, не нарушу. И вновь и ног, разбитое корыто, и творчество, сжигающее душу. Браво, Андрей! Очень профессиональные, потрясающие совершенно стихи. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Но у меня традиционный вопрос. Если вас нет в соцсетях, то где нам знакомиться с вашим творчеством? Ну вот я выпускаю сборники за свой счет. Я полгода работаю, ну год работаю, обычно в автобусе, обычно в автобусе, ну за рулем. Или горнику, ну или как же, котельные безраги, мне много профессии. Потом выпускаю сборник, можно у меня как бы взять сборник, и пока еще есть, я раздорил уже почти все. Вот, и мы из меня не уходим. Бизнесмен, я вкладываю шапки, думаю, ну вот заработаю хоть что-то, ничего, я не зарабатываю. И потом опять руками заработаю на жизнь. Ну очень надеюсь, что тогда, когда вы на следующий раз придете, то можно будет. В союз вегератора просили посмотреть, там мой телефон, просто домашний звоните, пожалуйста. Спасибо большое. Вопросы для Андрея. Один-два, короткую парочку. Так, Игорь, пожалуйста. Когда вы пришли к самому себе? Я пришел где-то в 14-м году, когда бросил пить, короткую парни, мне надо дать за поиски, семь лет я пришел. Каждый день. Еще вопрос от Влада. Что так безвременно ушло, потревожило вашу душу написать вот этот шедевр, очень, я считаю, это шедевр, это память, как бы любовь, там столько перемешанных чувств, что сподвигло и как на будущее это собрал ваше произведение? О каком сихотворении? Последнее. Последнее? Нет, не последнее. Первое. Не пришла на свидание. Не пришла на свидание. Нет, вы знаете, это все в голове. Нет, но она сподвигла вас на будущее, так сказать, вы знаете, был такой вариант, что там нет не приходит на свидание, потому что я одинокий человек, и поэтому я был все время в поиске. А поиск это всегда мечты, которые всегда рушатся, потому что женщина напомнила, зачем-то Высоцкого, когда он был в поиске. Вы сейчас правильно говорите. Высоцкого, когда он был в поиске. То есть, я правильно поняла, что вот это конкретное стихотворение, оно не вдохновлено с конкретной женщиной? Скорее, чем-то общим. Общим. Спасибо, Большой Влад, за вопрос. Спасибо, Андрей. Я надеюсь, что у нас все люди здесь счастливые. По крайней мере, по большей части. Но сейчас перед нами выступят те, кто так себя и называет. Счастливые. Кромпо-счастливые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Счастливые. Добрый вечер. Мы опять по бумажке, потому что опять новая. Мы опять по бумажке. Бодрая и романтичная. Так, первая песня у нас называется «От заказ до рассвета». И, собственно говоря, сейчас поем о том, чем же занимаются в это время люди. Да, а вы как думаете? Песни пишут. Прям с языка сняли. Ночь теплой волной вдаль горит печали. Мы вместе с тобой встречаем рассветы. Под рифмой дождя о чем-то мечтать. И знать все не зря. Так здорово это! От заката до рассвета Тихо крутится планета. От рассвета до заката Все вокруг спешат куда-то И кому-то что-то надо От рассвета до заката Только мы молчим об этом От заката до рассвета Только мы молчим об этом От заката до рассвета Только мы молчим об этом О счастье мечтать И мигом одни Жить, помня про вечность Раскатом ночи Повсюду звучать Мы снова молчим Наш мир бесконечность От заката до рассвета Тихо крутится планета От рассвета до заката Все вокруг спешат куда-то И кому-то что-то надо От рассвета до заката Только мы молчим об этом От заката до рассвета Только мы молчим об этом От заката до рассвета Свет вместе с Ростовой Пройдется с утра И по мостовой Помчится потоком Свет ночи найдет Приют по углам Нам не до забот Нам не одиноко От заката до рассвета От заката до рассвета Тихо крутится планета От рассвета до заката Все вокруг спешат куда-то И кому-то что-то надо От рассвета до заката Только мы молчим об этом От заката до рассвета От заката до рассвета Спасибо. Песня называется «Только вдвоем». Песня называется «Только вдвоем». А наверху, как океан, синее-синее небо. Да все быстрее мчат облака, как паруса корабля. Нет никого, нет никого, тихо падает снег. Знаю душой, знаю душой, выбора больше нет. Только вперед, только вперед и до конца пути. Только вдвоем нам суждено найти. Утро ползет хитрой змеей, тень оставляя от ночи. Белый туман лег над землей, будто с отстатком огней. Все обо всем сразу узнать. Каждый, конечно же, хочет. Но говорят, нужно искать. Истину в кислом вине. Нет никого, нет никого, тихо падает снег. Знаю душой, нет никого, нет никого, тихо падает снег. Знаю душой, знаю душой, выбора больше нет. Только вперед, только вперед и до конца пути. Только вдвоем нам суждено дойти. День до дня, хрупкий бокал красного кислого яда. Травит тоской горькость слегка. В днем лишь осадок и муть. Нам ведь с тобой и правды такой. Жизни счастливой не надо. Правда в любви, в ней лишь одной. В жизни скрывается суть. Нет никого, нет никого, тихо падает снег. Знаю душой, знаю душой, выбора больше нет. Только вперед, только вперед и до конца пути. Только вдвоем нам суждено дойти. Только вдвоем нам суждено дойти. Спасибо. Спасибо. Большая благодарность счастливым людям за то, что вы делитесь с нами своим счастьем. Пожалуйста, у кого есть вопросы к счастливым людям? Да, Игорь, пожалуйста. Делитесь. Счастьем делитесь. Есть ощущение, что внутри оно бесконечное? Безусловно. Спасибо большое. Это была группа «Счастливые». И мы сегодня продолжаем знакомиться с совершенно новыми в нашем проекте авторами. И сейчас перед нами выступит Виталий Сергеевич. Прошу по имени отчеству. Здравствуйте. А как это было еще, пожалуйста, сделано? А вот это вот, если надо взять? Нет, там вот это внизу раскрутится. Да. Вроде даст так? Раз, два, семь. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Мой мистический Петербург, ты завораживаешь дух. Когда над городом гроза, в небо открыты все врата, В каналах темная вода, в гранит укрыты берега Невы, И львы всегда молчат. Пустынный греблет летний сад, здесь в духе призраки живут. А Павел Первый слишком глуп, что не отрекся от пустого, И почернелы друг икона. Стоит весь Невский на костях, а лысый Петр вселяет страх. Здесь души поэтов с тобой говорят о том, что никогда не спят. Вода в Неве всегда спокойна. Будь как она, живи достойно. Расстралили свечи, освещают вечер ярким своим огнем. И воздух мягок над водной гладью. Стою, укутавшись в нем. Вода несет тающий лед прочь. Снова весна. И как всегда с приходом тепла, Молния просит дождя. Я видел тех, кто знает, что жестоким бывает мир, когда ты одинок. И кажется, что кончились все сроки. И очень трудно не спустить курок. Но жизнь дана нам не для развлечений. Дана за тем, чтобы трудности пройти. И потому все знают из лечения, Что жизнь прожить не более перейти. Ты вода, ты течешь во мне. Ты есть свет, свет без тени. Я искал влагу на земле. Ты река, я твой берег. Я забуду все то, что знал. И я уйду ледяной тропой. Я так долго что-то искал. А теперь я ищу покой. Птицы крик долетит с небес. И разрежет ножом тишину. Я не жду от судьбы чудес. Но я верю в свою судьбу. На рукавах листва зачахло, И над него и сверкает дождь. Канава с вызовом азарта Стремится в лоно леса. Что ж, бродить по улицам промокшим И заходить в гробов дворы. Всегда приятней среди ночи Под шум небесной тишины. Но ты забыла, что бывает, Когда не бродишь по ночам. Теперь твой дом, как лед, растаял. И свечки крестятся швейцар. Никто не видел совершенства Ни в мире этом, ни в другом. А я пойду на мост погреться Под ярким питерским дождем. Сверкает луч на дне канавы, А это значит, выбор есть. Быть без сомнения неправым, Забыв про совесть, страх и честь. Но мы всех любим, безусловно, И потому из лучших чувств Испачкаем чужою кровью Свои намордники. И пусть никто не сможет без зазренья По берегам ночным бродить. Ведь нету пуще преступления, Чем своей жизнью жизнь прожить. Что обещано с нами вечными, То сбывается и с безупречностью. Что продумано, то не сбудется, Потому что петух не курится. Спасибо. Виталий Сергеевич, к тебе Мой традиционный вопрос. Где нам знакомиться с твоим творчеством? Ну, тем, кто тебя не знает. У меня есть группа, в которой я просто Пишу все свои стихи. Как группа называется? Виталий Сергеевич, творчество. Понятно, спасибо большое. Оригинальное название, я долго думал. Очень оригинальное. Хотел Максим Петрович или Вера Ильинична, Но подумал, что Виталий Сергеевич подойдет. Могут не найти, по-моему, или Ильиничне. Так, у нас у Игоря вопрос традиционный. Да. Насколько твое внешнее отражает внутреннее? Понятия не имею. Спасибо, браво. Спасибо. Спасибо большое. Ждем вас снова. Сейчас перед нами выступит Чен Союза литераторов «Перо и Слово». Лучший автор фэнтези по версии Союза писателей Не помню, какого года, 19-го или 18-го, Может быть, 20-го, забыла уже. 18-го. Поэт. И член группы «Счастливые» Валентин Денисов. Так, сегодня немножко другая программа будет. Держали обычно. Начну я с моего стихотворения. Значит, стихотворение Чен Союза не заучивала. Я его написал буквально на днях. Многие, наверное, уже прочитали его. Значит, называется «Прямо к счастью». Да, чуть не спеши. Подходит сразу. Счастливый. Сейчас сюда. Белый, серый, белый, серый. Вмиг меняется погода. Так и я бывал не смелым. Но смелее год от года. Возраст, цифра на экране, Времени аэродрома. Миг, когда меня не станет, Я не жду в пределах дома. День начать смеяться, с улыбкой. Даже если ждешь плохого, Это вовсе не ошибка. Здесь нет ничего дурного. А когда приходит время, Для секундовой ненастия, Не беру на душу время. Разве в нем помеха счастья? Разве может что-то, где-то, Почему-то, от чего-то Вмиг навеять, словно ветром, Испричинную заботу? Ладно. Если есть причина, То печалиться не надо. Если ветер дует спину, Он не я на них регадует. Если ветер дует сбоку, Не печаюсь. Так бывает. А на встречу раньше срока Он не часто задувает. И назло, иду я смело, Прямо к счастью. Год от года. Белый, серый, белый, серый. И у жизни есть погода. Во второй части обычно, Обычно сначала читал Что-то из своего фэнтези, Потом стихотворения. Сегодня немножко поменял программу, Стихотворение уже прочитал. А вторым все-таки я Продолжил музыкальную часть И спою еще одну песню. Впервые буду играть, Подключая гитару, Поэтому немножко я не видишь. У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ да еще разок есть есть тоже хорошо на самом деле песня была написана из двух ну пожалуй если нелюбимых но нравящихся мне фраз это что-то пошло не так и случилось жизнь собственно говоря здесь называется случилось жизни и 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 Любови, их яростно отправить, До старческих следей пожелать. Душа ожидала честно любой судьбоносный знак, Что-то пошло не так, что-то пошло не так. Она сорвалась резко, к земле устремилась ввысь, Просто случилась жизнь. Петь песня о тебе во внутренней морепе, Весь право промолчать, творить. Мир всегда понят, Огонь в груди принят, Отчаянно мечтать и жить. Душа ожидала честно любой судьбоносный знак, Что-то пошло не так, что-то пошло не так. Она сорвалась резко, к земле устремилась ввысь, Просто случилась жизнь. Просто случилась жизнь. Но взять и налегке, Мелко не по доске, Мир новый лишь с тобой писать, Соборок в один куски, Разбросанной строки, Нарегке тебя душой желать. Душа ожидала честно любой судьбоносный знак, Что-то пошло не так, что-то пошло не так. Она сорвалась резко, к земле устремилась ввысь, Просто случилась жизнь. Просто случилась жизнь. Спасибо. Спасибо большое, Валентин. Пока ты не убежал, Может быть, у кого-нибудь есть вопросы к Валентину? Игорь. Валентин. Да. Когда так случилось, Когда ты до конца позволил себе быть самим собой? Я думаю, Постепенно это еще достигается. То есть ты в процессе? В пределах сграничных. Спасибо большое. А я хотел бы еще добавить, Что ВКонтакте есть группа, Называется «Счастливые», Можете добавляться, Там постепенно появляются наши песни, Мы планируем записывать их. В поиске можно copy-ones написать, Так проще будет найти. Ну или просто группа «Счастливые». Вроде все. Спасибо большое. Друзья, и сейчас перед нами выступит поэтесса, Которая пишет достаточно нестандартные стихотворения, Такие немножечко в рэповом стиле, Алена Флёрфокс. Всем добрый январский вечер. Кстати, это последние выходные января, Мы прощаемся в такой дружной обстановке. И спасибо, что стихам дали какой-то стиль. Ну, одно из мнений тоже очень приятно. Вот, и сейчас прозвучит стихотворение, Навеянное последними событиями 2020-го и уже 2021-го года. Все так ждали 2021-й год, Точнее, чтобы ушел 20-й. Все так устали от невзгод, И жизнь казалась полосатой. Но чернота не уходила, И где мы брали только силы. 20-й год был високосный, И все твердели лишь про вирус. Что было раньше, все неважно. Скорей бы это прекратилось. И каждый день все с водки, с водки, Сколько ушло и заболело. А кто-то ведь спасался водкой, Проспортовали свое тело. И в этой суматохе будней, Пропитанной лишь карантином, Народ забыл о чем-то важном. И закупался дермантином. Помимо этой пандемии, Проблемы были, как и прежде. На что купить еду, где жить. А у кого-то нет одежды. Намордники на всех одели. Мы только все ли их надели. Конечно, будут те, кто против. Кто не поддастся общей власти. И в каждом доме, как и прежде, Кипят душующие страсти. А в нас внутри стоит пружина. Не каждый должен соглашаться. У нас не зона строгого режима. И можно просто выдержаться. А кто-то прет себя на митинг. А 21-й год идет. И про Навального сирена Вокруг меня с утра орет. Все, спасибо. Спасибо огромное. Алена, спасибо большое. Вот я когда в школе училась. Я думала про все эти стихотворения, которые мы должны были учить. Таким социальным аспектам. Там 19-го века, начало 20-го. Почему так? Неужели они не могли про любовь не писать? А сейчас, когда у нас много произведений, присвященных коронавирусом и ситуацией с ним связанным, я понимаю, что да. Конечно, поэзия, она отражает социальную обстановку. Вопросы к Алене. Очень интересное, необычное творчество. Вопросы к Алене. Игорь. Задумался. Он повторяет. Я не успел настроиться на Алену. Ребята, давайте, если у нас останется время, потому что у нас сеть нот. Да, стихов много. Стихи.ру. По-русски набирайте Алена Флёр-Фокс. Это творческий псевдоним. Помимо стихов мы еще организовываем концерты. Я еще журналист музыкальный. И там очень много стихов в стихи.ру. А что значит музыкальный журналист? Освещаю различные музыкальные мероприятия, беру интервью и так далее. Значит, ты можешь про нас написать статью? Конечно. Можно, да. Мы будем очень рады. Спасибо Алене большое. И, наконец, я как человек походный, у меня обычно есть такие ассоциации, когда я слышу бардовскую музыку, ассоциации костер, гитара, и кто-то поет что-то такое немного вот с 60-ми, 80-ми годами попахивающее. И поэтому сейчас я очень рада пригласить дядю Толю Дереша. То есть вот у меня, допустим, в походной компании дядя и тёси. Вот так же сегодня Саша Клюквин сказал дяде Толя, и очень хочется это повторить. Анатолий Дереш. А где этот шнур, который втыкается? Лежи там у этого. Игорь, я щас дам. Ну, а уж и животное, Один из двух двиноков, из двух двиноков, и кто-то поднимать, — Я щас дам. Раз, два, три! — Да нет. — Ну, я не хочу, спасибо. Я начну сразу с трех чисел. Девятнадцатое, двадцать пятое и двадцать седьмое. Девятнадцатое. Крещение. Купание на крещение. Вновь крещение наступило, и морозы к нам пришли. Кто-то в проруби скупнулся, зарядился души. Батюшка благословил, так вот и остался жив. С Божьей помощью все можно, так в народе говорят. Только вот нырять все же в прорубь далеко не все хотят. Да и правильно, наверное, нечего сыпу пытать. Но кто-то все-таки решился, бочу придел в благодать. И на грудь принял немножко сорок градусов родных. А потом пошел счастливый на двоих ногах своих. Всем рассказывает гордый, как себя он победил. Мол, еще есть в организме боевой задор был. Этой новостью делиться вовсе, братцы, и не лень. Это же все-таки крещение, а не просто дребедей. Может, в следующем году буду я нырять в пруду. А пока что тишь, дай гладь. Есть о чем поразмышлять. 25-е. День рождения Владимира Семеновича Сынского. Ты был талантливый и удачливый. Тебя любило большинство людей. Ты в песнях выражал всю правду жизни, Изобличая негодяев всех мастей. Но вот пришла и к нам народная беда. Ушел от нас Владимир в 42. И хоть в Москве у нас была олимпиада, С тобой мы простили все, как надо. И память о тебе жизнь будет вечно. Мы творчество твое передадим. Из поколения в поколение. Для нас ты был, народный наш кумир. Хоть говорят, не создавай себе кумира, Но в мире есть народная молва. Она жива сегодня и поныне. И будешь жить, надеюсь, я всегда. Твои сегодня вновь поемы песни. Тебя за творчество твое благодарить. За твой талант, за человечность, За широту твоей истерзанной души. Народной любовью ты обласкан. Несправедливость мучила тебя, С которой ты так яростно сражался. Жаль, не добил ее, ты милый, до конца. Зачем вы защищали Ленинград? Слова Василькова, я не знаю, Это женщина или мужчина. Вторые мои. Мужчина. Понял. Зачем вы защищали Ленинград? Зачем врагу не сдали город просто? Сегодня щепенцы говорят, И красные заморские прохвосты. Зачем вы защищали Ленинград? И выдержали страшную блокаду, Что был приказ не отступать назад? Что жизнь и смерть тогда стояли рядом? Вы умирали каждый день и ночь За той железной, непреступной гранью. Со всей стране израненной помочь, И город не отдать на поругание. Не знаете, славянский вы народ? Чужие вас, наверное, поят горни. Мы примем смерть, когда она придет. Но родину свою не опозорим. Посвящая заблокатникам детям. Спасибо детям, геи, военных. Вам рано вышло повзрослеть. Желаем вам, мы непременно, Подольше жить и не болеть. Про Ленинград и про блокаду Есть много книг, стихов, кино. И должное отдать вам надо За подвиг ваш великий. Но, да, нелегка была блокада. Те девятьсот ночей и дней. И все же осознать всем надо, Что было сотни раз трудней И сталинградцам, и курянам, И горожанам, и селянам, Что в зоне жил при фронтовой. Один из двадцати живой. Браво! Мне поднял бы песню Джей Досин. Он говорит, у вас очень красивая женщина. Особенно Татьяна мне понравилась. Я говорю, хороша, тонюша, да не по вашим душам. Вышла, Таня, надо без. Зачем-то мяч на речку бред. Поиграть на мосту красота. А мяч вдруг упал с моста. На сердце пустота. Нырят он бит. Еще чуть-чуть по времени. И я по берегу хожу. Едва с ума я не схожу. Ты утоп. Но где найду я круглый гром? И куда тебя положу? Удаля громко стоны. Мячик в речке тонет. Тиши, Танечка, не плачь. Не утонет мяч. Мяч сосед не тонет. Мяч не тонет. И здесь студентов. В России изучали преступление и наказание. Эй, ты кто? Я добрый волшебник. А почему с топором? Да настроение какое-то фиговое. Пусть бегут и вклюжат. Кешеходы по лужам. И расколиком тоже бежит. Невеселые мысли над студентом. На весь лицам с тобою студент говорит. Кто в долги влезет и речет. Кто без денег бесконечно. Разве тот мужчина? Надо что-нибудь придумать. И приступ тут расточни зум. Вот когда ты был мужчина. Эй, прыгни руки к топорам. Ру-ра-ру-ра-ру-ра-ру-ра. Топ, топ, топает студент. Подходящий выбрал он момент. Подошел к дверям, набрал все сил. Постучал и ласково спросил. Ты жива еще, моя старушка? Жизнь я. Привет тебе. Привет. Привет. Мне от крови принес я пизделушку. Мне судили немножечко манять. Вдруг, как в сказки, скрипнула петь. Вышла бабка злая. А взгляд такой заканчет. А сердце, сердце, так стучит, Дрожит, как лист расходника, А мы все в мозгу сверли и уходили, и уходили. И старушку по макушке Стукнуло без кондочка, И осталось со старушкой, Ваблилой пашмачка, пара-ру-ра. Что было, то было, загад, злове, Сама напросилась, никто не верил, Но дело не в этом, а дело вон в том парфире Петрович позвал. Надо просто признай, все жмит, И не надо б наспешки, Ни хитринь и темниц, А не тот здесь задержки. Увезу тебя я в тунду, Увезу к серым снегам, Расконников нисколько не добился, Поведал все, да правды, как ноль, И вместе с Соней он переселился. Туда, где и зимой, и весном Северные стулсы, Хрустящая снега, А вокруг голубая, Голубая тайга. А вокруг голубая, Голубая тайга. Привыкайте счастливыми быть, Привыкайте счастливыми быть, Просыпаться с улыбкой и чистой, И со взглядом по детски лучистой, Привыкайте друг друга любить, Научитесь плохое не звать, Примещая заранее беды, Выведите другие беседы, Научитесь душой расцветать, Научитесь душой расцветать, Привыкайте добро замечать, И ценить то, что жизнь не дается, И за счастье бежать не придется, Будет счастье за вами бежать, Научитесь подлоха не ждать, От людей незнакомых и близких, Ведь у всех высоких и низких, И желание счастья познать, И желание счастья познать, Привыкайте не злиться на зло, А рискните помочь разобраться, Если кто-то вдруг начал кусаться, Значит, чем-то ему не везло, Научитесь прощения просить, И прощать вам в судьбе улыбнется, И весна вашу душу вернется, Привыкайте счастливыми быть, Привыкайте счастливыми быть. Анатолий, спасибо огромное, Как всегда поделись настроение, Просто до небесных высот, Игорь, вопрос, пожалуйста. Анатолий, а когда вы пришли к тому, Что юмор спасает в любой ситуации? Отвечаем быстрее, четко, господа. Еще с детства. Дело в том, что, когда в шестом классе, Я второй раз остался на второй год, Я остался на два раза, В пятом и шестом. И мне всегда говорили, По тебе тюрьма плачет, И будешь горником, Я говорю, Все профессии важны, Все профессии нужны. И когда я первый раз назвала Ольга Николаевна по математике учительства, Наш классный родитель идиотом, Я написал на доске столбик, идиот. И напротив каждого бутя написал, Идеальный друг, и отличный козащик. А, еще вот и так там газеты нашли, Крокодил. И они говорят, А вот ты по себе напиши, Ты же тоже попался, Я ел на уроке. Молодец, Анатолий наш проголодался, Очень кушать захотел. На уроке хлеба с маслом, С аппетитом он поел. Спасибо большое, Анатолий. И почти в самом конце нашей сегодняшней встречи Приглашаю человека, который всячески нас развлекал параллельно с выступлениями, Замечательный поэт Игорь Володский. В жизни бывают печальные минуты, радостные минуты. Ну, я начну с печального. В этом году, 21 числа, я похоронил друга, духовного учителя. И я реш... Ну, мне очень хотелось описать стихотворение на эту тему. Я долго думал, думал, думал. Но вышло только одно четверостишье, которое... Когда я его потом прочитал, я вдруг понял, что... Ну, вот, все, больше ничего не надо. Был добрый друг. Его не стало. Уж как-то вдруг судьба сломала. А душу наградила пустотой. Забрався радость и покой. Ну, а теперь о более веселых вещах. Баня, в которой я работаю, массажистом. В этом году... Какой массаж делает? Разный он делает массаж, разный. Вот, баня в этом году празднует 170 лет. Со дня ее открытия. Ну, и было задание от начальства, чтобы для блокада чего-нибудь придумать. Вот и вышло. Баня на пятой 170 лет. Это удивительный жизни момент. В этот прекрасный ее юбилей Слов посетитель своих не жалей. Добрыми будут твой путь. Добрыми будут твои пусть слова. Да пожелай ей работать века. Пусть без усилий получится ей Справить столетий своих юбилей. Ну, и я про эту же баню Я прочитаю стихотворение, которое я написал давно. Пятая линия. Дон 42. Адрес знакомый давно. Многие часто приходят сюда на два часа. Как в кино. Только в отличие от кино, здесь не увидишь экран. Струи воды, тазико в дно. Мяты в парилке дурман. Баня на пятой знакомая всем, Кто в Питере долго живет. Много здоровья достанется тем порой, Кто сюда забредет. В бане почувствуешь Времени дух, пара здоровый нагрев. Здесь восстановится зрение и слух. Дело всю немочь презрев. Кто-то приходит часто сюда. Время проводит не зря. Тяжесть за прожитые года Сморит он навсегда. Игорь, спасибо большое. В следующий раз объявляйте не накануне, А как-нибудь более заранее, Чтобы можно было тебя Как бы не лишним человеком в программу поставить. Хорошо. А как раньше? Вопросы для Игоря, пожалуйста. А баня-то работает сейчас? Да, работает. Я работаю. Да, пожалуйста, Игорь. Пишутся ли стихи в бане? А? Пишутся ли стихи в бане? Ну, иногда, да. Иногда вот Чего-то с утра придет, Едешь на работу В момент, пока едешь, пишешь. А приедешь, если еще как бы Клиент не пришел, значит, дописываешь. Спасибо большое. Спасибо, что ты сегодня пришел, Несмотря на все должности. А у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста. Давайте лично. А что у вас здесь досмотрели? Друзья, наша встреча подходит к концу. На этом месте должна была выступать я. Ну, так часто бывает, что я завершаю вечер. Ну, я подумала, что не очень хочется мне что-нибудь читать. Столько было замечательных стихотворений. Заканчивать на прозе, может быть, не очень интересно. Поэтому я сегодня просто цинично подарю свою книгу При всех тому человеку, которого я в этом плане По-моему, в позапрошлый раз обидела. Дело в том, что я разыгрывала книгу свою. Я пришел за тобой от издательства «Альфа книга». Вышел в ноябре 2020 года. Я эту книгу разыгрывала и давала ее тому человеку, Который первым ответит на вопросы. Вопрос был связан с одним из наших участников. Соответственно, этот участник не имел возможности Принять участие в конкурсе, потому что понятно, Что он ответ про себя совершенно точно знает. И я сейчас с большим удовольствием дарю книгу Как бы обиженному мною Владимиру Морозову. И вот он вам прочитает завершающие стихотворения. Это книжка с дартиной подписью Из тебя одно стихотворение в завершение нашего вечера. Я не помню. Ну, четверостишный. Попался. Я прочитаю стихотворение, которое посвящается Ну, все добрым людям обычно стихотворение посвящают. Я посвятил стихотворение скандальным людям. Я могу его забыть, я давно не считал. Ничего страшного. Я людей любил шпынять, Нахамить любил порой. И однажды у меня Выбрал зуб, Потом второй. А потом, зудя и ноя, В плоде до нынешней весны Что-то твердое, Плохое вылезало из десны. Лезало сильно беспокоя, Из десны, потом второй. Разве ж видано такое, Чтоб не в жопе геморроги. Может, у меня там закончится. Я потом как-нибудь нормально выступлю. Конец идеальный. Маленькая поправочка. То, что я сдал за два раза на второй год, Это мне не помешало, Когда мне сказали, Что по мне тюрьма плачет, Я там работал, в тюрьме. А потом закончилось Тут детское дневное отделение Физкультура и военное дело. Поэтому все нормально. Спасибо большое за пояснение, Анатолий. Так, я теперь стою с двумя микрофонами, Вот в два микрофона. Я вас благодарю, дорогие участники и гости, За то, что вы пришли сегодня. У нас был классный вечер. Спасибо всем большое. И в следующий раз ориентировочно Мы встречаемся 27 февраля. У нас вечера проходят проекты Синемостов, Союза литераторов. Первое слово они проходят Каждую последнюю субботу месяца. По вопросам, По вопросам, связанным с участием, Пишем мне. По вопросам, связанным с публикациями В группе Синемост, Пишем Юлию Лобачевой. Вконтакте. Спасибо большое. Аплодисменты нам всем. Спасибо. Уходим? Все уходим. Пишем зеленый голос Амексии, Которого уже давно нет, И темно будет и так далее. О, И осталось Мне Снять усталость И Этот вечер Мне Душу лечит О, Мир Семеноглазое Такси О, Прикормози, Прикормози О, Ты отвези Меня Туда, о-о-о-о, где будут рады мне всегда, всегда, да-да, там, и не спросят, Туда, где меня носит, там, я-то знаю, всё понимаю, О-о-о-о, зелено глазая такси, о-о-о-о, притормози, притормози, о-о-о, Ты отвези меня туда, о-о-о-о, где будут рады мне всегда, всегда, да-да, О-о-о, зелено глазая такси, о-о-о-о, притормози, притормози, о-о-о, О-о-о, зелено глазая такси, о-о-о-о, не тормози, не тормози, не тормози, о-о-о-о, О-о-о-о, ты отвези меня туда, о-о-о-о, не будут рады мне всегда, всегда, да-да, да-да, О-о-о, нам всегда будут рады, если мы были сыграться здесь, в этой прекрасной атмосфере, музыка кофе, Уважать, ценить то, что мы делаем, будем счастливы вместе, здесь, в этом кафе, музыка кофе, И ми consumer, х carga PerdHeyмені cascade О-о-о-о, на сорти, не будут рады мне всегда, всегда, да-да, 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 да, да-да, да, да-да, да, О-о-о-о, всегда, да-да, да, да-да, да, да-да, да, да-да, да, 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 да. Да-да. Caio Оти Margaret Тим correона прав Terra Продолжение следует...